30 лет назад начался отчет нового этапа истории современной Беларуси. Тогда же был заложен фундамент правового развития страны – Конституция. Спустя 30-летие независимости пришло время оглянуться, оценить, чего мы добились и задуматься о будущем. Накануне об этом говорили за овальным столом во Дворце Независимости. Как отметил президент, то, что было обещано беларусам в первый год обретения суверенитета, по большому счету выполнено. Потому что есть с кого спросить и кому ответить, и это одно из основных отличий от парламентской системы, которой в свое время подталкивали ангажированные политики Запад. Тем не менее, беларусы выбрали сильную власть и решение народа – то, на что в стране ориентировались всегда. А еще шли от жизни, отвечая актуальным вызовам и угрозам. Обновленная Конституция – яркий пример. Пока западные государства утопают в разноцветной повестке, переписывают учебники истории и подменяют понятия, в нашей стране на самом высоком уровне, уровне основного закона, закрепляют важность исторической памяти, сохранение института традиционной семьи. Так решили сами беларусы, проголосовав на референдуме. Большая работа уже проведена, особенно в сфере исторической политики. Год народного единства, год исторической памяти, учреждение праздника народного единства, создание совета по исторической политике, расследование дела о геноциде беларусского народа, ведение курса истории беларусской государственности – все это оказалось очень сильными шагами именно идеологического характера. Мы можем судить об этом хотя бы по нервной, ну нервной, мягко говоря, реакции наших противников. Они пропустили этот удар и сейчас пытаются наверстать упущенное. Уверен, что у них ничего не получится. Однако создать фундаментальный документ недостаточно. Важно его понимать, жить по его законам. Согласно 21-й статье Конституции Беларуси, каждый гражданин обязан защищать ее своими делами. Как вычеркнула Александр Лукашенко, в 2020-м Беларусь выстояла, хотя недруги ждали, что мы сдадимся. Страна присоединится к сомнительным союзам и в итоге потеряет себя. Но сегодня о Беларуси говорят как о самой. Мы попадаем во многие мировые топы. Низкий уровень бедности, высокое качество продукции. Потому наша страна как кость поперек горла для хозяев Белого дома. Нам как никогда нужно вот это единство, чтобы выстоять, чтобы пройти. Ну, слушайте, ну кто позволит вот на этом клочке земли жить вот так? Мы демократичные, независимые, не в войне, кругом воюют, вооружаются и так далее. Не без этого и у нас по вооружениям и так далее. Но не так оголтело, как все вокруг. И знаете, это заноза. Это как в обычной жизни, только на более высоком уровне. Поэтому эту занозу пытаются вырвать. Поэтому надо аккуратно идем по тонкому льду. Лишний неверный шаг – провалимся. Нас никто не спасет. Никто. А сами защититься и себя спасти мы не сможем. Акулы вокруг такие, что не успеем оглянуться, скушают. Завистников много. Поэтому время выбрало нас. Давайте держаться во имя спасения нашей страны. Еще раз хочу сказать. От меня вы не ждите ни предательства, ни изменения какого-то курса влево-вправо. Вместе с вами определимся по всем вопросам. Я вам это обещаю. Борьба за независимость продолжится. В том числе ляжет на плечи молодого поколения. Задача современных политиков – научить, подсказать, аккуратно выстроить систему прихода к власти нового поколения. В НС и яркий пример взаимодействия опытных и молодых политических деятелей. Как подчеркнул глава государства, коллективный разум более тысячи человек сможет выбрать оптимальный вариант развития страны. Новый виток взаимодействия Белоруссии и Монголия разработают дорожную карту сотрудничества до 2026 года. Стратегические направления, конкретные проекты и пути их реализации на прошедшей накануне встрече обсудили глава нашего МИДа и президент Монголии. Сергей Олейник находится в эти дни с визитом в Улан-Баттере. Ожидается, что все договоренности будут закреплены во время предстоящего государственного визита Александра Лукашенко в Монголию. Предваряя контакты на высшем уровне, глава МИД Белоруссии провел серию переговоров. В нашей стране есть, что предложить партнерам. Самый актуальный вопрос для Монголии – развитие агропромышленного сектора. И здесь белорусский опыт очень пригодится. Мы готовы поставлять сельскохозяйственную технику, оборудование, помочь со строительством фирмы не только, заинтересованы в Монголии и в других отечественных машинах. Тем более, что есть положительный опыт эксплуатации. Наша спецтехника давно помогает местным спасателям бороться с пожарами. Ну а чтобы ближе ознакомиться с экономическим потенциалом друг друга, Белоруссия и Монголия планируют провести совместный бизнес-форум. Аэродинамическая камера для климатических испытаний техники появится в нашей стране. Специалисты Белорусского государственного института стандартизации и сертификации уже приступили к разработке перспективного проекта. Новая лаборатория будет предназначена для имитации погодных условий, в том числе экстремальных. Температурный градиент от минус 70 до плюс 100 градусов. Внутри камеры можно будет имитировать мороз, жару, тропические ливни, снегопады. Изучить влияние солнечной радиации и ветровых нагрузок. Такой суровый тест-драйв позволит оперативно испытывать эффективность различных систем техники и выявлять конструктивные особенности испытуемых образцов. Это такой большой инфраструктурный проект. Мы сейчас проводим всестороннюю проработку. Интерес, во-первых, у предприятий Государственного военно-промышленного комитета. И у предприятий Минпрома. Дело в том, что сейчас меняются рынки поставок. Африка, страны с разными климатическими условиями. Регионы российские тоже имеют разные климатические особенности. И испытания в этой части, они крайне важны. Проект серьезный и требует детальной проработки, отмечают специалисты института. Именно поэтому сейчас ведутся переговоры с заинтересованными предприятиями. Изучаются запросы производителей техники, чтобы сделать камеру универсальной. Польские фермеры планируют на три дня перекрыть границу с Германией. С таким заявлением выступили представители профсоюзов. Завтра аграрии намерены заблокировать автомагистраль Берлин-Варшава, по которой ежедневно проезжает около 17 тысяч грузовиков. Из акций протеста перевозчики будут вынуждены ехать в объезд сотни километров. Польские фермеры уже третий месяц пытаются добиться от властей решительных действий. Они требуют прекратить импорт дешевой украинской сельхозпродукции, а также отменить новую экологическую политику Евросоюза. Но ни правительство Тоска, ни брюссельские политики не хотят решать проблемы собственных граждан. Пока европейские фермеры, перевозчики, учителя и другие специалисты взывают о помощи, власти стран ЕС заняты куда более важными, на их взгляд, проблемами. Например, во Франции начали борьбу с быстрой модой. Теперь дешевая, некачественная одежда будет облагаться штрафами, а реклама брендов станет незаконной. Такое постановление приняла Национальная ассамблея. Политики считают, что данные меры помогут решить часть проблем, связанных с неосознанным потреблением и загрязнением окружающей среды. Деньги, собранные с нарушителей, правительство планирует направить на улучшение экологии. Французские парламентарии выступают против китайских маркетплейсов, которые создают завышенное предложение из товаров низкого качества, по итогу оказывающиеся на свалках. Вот только власти не учитывают, что покупательская способность французов из-за экономического кризиса существенно снизилась, и люди просто не могут себе позволить покупать дорогие вещи. Куда смогут полететь белорусы в 2024-м? Национальный авиаперевозчик расширяет географию направлений. Так, в Министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что в ближайшем времени возобновятся чартерные рейсы в Катар. Рассматривается вопрос о приходе китайского авиаперевозчика. Это может произойти к концу марта. Также планируют подписать соглашение о воздушном сообщении с Венесуэлой, с Ишелами и Кинией. А уже с апреля раз в неделю наши самолеты начнут осуществлять регулярные перелеты в Санью, остров Хайнань. Станут ближе для белорусов и российские регионы. Со следующего месяца полетим в Махачкалу и Дагестан. В планах также открытие рейсов Гомель, Санкт-Петербург и Брест, Москва.